Так, я тут взлетал, сказали, от Криса, когда убегал, взлетал, отрывался от земли, не знаю, сняли, но движение оживилось, слепой есть, в общем, два Discovery, Grand, смотрите, какой красавец на широченных колесах, вон вообще какие катки, сегодня ассортимент автомобилей огонь, в принципе, как обычно. Думаю, включу онлайн, вас порадую, Рига, привет. Да, с этим коронавирусом это жесть, шутки шутками, но не до шуток уже, реально, реальная жесть, но пока у нас как бы, ну, я думаю, много не выявленных, я в предыдущем эфире уже говорил, Будем надеяться, что как-то мы справимся с этой проблемой. Так, на мечте, по горам, по долам, ну, тут везде твердо будет, все сухо, в принципе, я думаю, проблемы не должно быть. У меня с собой есть стекло от Гран-Чероки, дверное, так что я почти на внедорожнике. Ну, вон, подъем хороший такой, заедет мечта, ну, должна заехать, я думаю. В мечте, конечно, если бы была задняя блокировка, то это бы совсем уже по-другому все ехало, у нее за счет развесовки, задней моторной, так, ну, тормоза пока есть, пришлось бы тут упираться в стену слева, если бы тормоза пропали, но что-то они далеко стали, не знаю от чего. Шланги мы уже поменяли не так давно. Ну, видите, размер шин у Гран-Чероки. Просто какой-то нереальной ширины. Ну, так они смотрятся, по крайней мере. Так, ну, и заеду я туда или нет, на этот горб. Ну, подтянут на крайняк. Крюк в мечте есть. Так, слепой. На подъем пошел. Медленно. И уверенно. А, у меня крышка сзади улетела. Мотор, думаю, что за звук поменялся. Мотор открыт, крышка слетела, когда я от Криса убегал. Так, я уже по оффроуду пошел. Это Макс. И она на месте. Снимает. Подрезает. Интересно. Заеду я туда или нет? На Коксе надо, наверное. Макс-то точно заедет? Вот и все. И не едет. Сейчас попробуем с разгона. Немножко. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Неровность и все. Сейчас ходом, как говорит известный один джипер, ходом идет. Главное, в букс не срываться. Срывается, когда в букс. И она снимает меня. Сейчас выезжает. Зеленая мечта. Видите, как поднимается. С осложнением немного. Наверное, на летней резине. Буксует, смотрите. Блин, чуть-чуть не доехал. Яна, надо же, чтобы Макс подтянул. Скажи в рацию. У тебя рация есть? Рация есть? Макс, подтяни, говорит. Ходом бы без камеры, наверное, бы заехал немножко. Оно на передаче почти держится. Чуть-чуть тормоза надо придержать. Не, не тронусь. Ну, почти выехал. Камера мешает. Макс. Так, слепой тут уже по кругу идет. Красиво. Да, потихоньку только. А66 рулит. Починил, Саня. Все, и мосты. И не мосты. Сейчас, Макс, меня тонну 450. Где-то мечта весит. Всего. Ну, со мной на 100 килограмм больше. Давай. Поехали. Зачем? Нормально едем. О, так мы так можем все время ехать. Как электромобиль почти. Беззвучно. Электромобиль, говорит. Тишина. Руслан говорит. Бензин себе экономишь так. Солярку, да. Бензин, то воду экономишь. Электромобиль. Солярку экономишь. Тише, чем у Криса работает даже. Сейчас я тебя сфотографирую. Подожди. Леха без шнурка и без машины. А не, есть вон его машина. Смотрите, какая красота тут открывается. Не зря мы сюда ехали. Блин. Ого. Такая колея. Ну, вот такой обзор на Киев. Шикарный просто. На холостых выехали. Так, кто тут у нас следующий смелый? Это Нива. Получается, изначально скорость нужна, чтобы была хорошая. Чтобы именно на вот этом вот подъеме не остановиться. Вот как Руслан остановился. Мешала ему камера. Ключ. Оставай его. Да нет, я не оставлю. Да еще украдут. Да нет. То один случайно я... Случайно не проехал. Там сложный был маршрут. Украли, да? Дефицитная вещь. Да, где-то лет 17 назад примерно украли значок. Ну, я следующий не покупал. Жду пока... Украдут. Пока... Ну, ты же заявление в полицию написал. Да, да. Ждешь, и тебе вернут. Жду. Ну, конечно, полиция же работает хорошо. 17 лет. 17 лет всего. Не-не, я их люблю. Чего? Слышишь же, а что это за ленточки, пацаны? Крис, что это за ленточки? Маршрут? Это тебе, Руслан, чтобы ты тут не заезжал. А-а-а. Руслан, не заезжай. Все, поехали. Ох, как красиво тут, блин. И дальше. Блин, в кадр лезет. Мужик хотел сфотографировать внедорожники в красивом месте. Лёха, а у тебя есть раса? Есть. А у кого еще раса, чтобы на конце... У меня есть. У меня есть. А у тебя есть? Ну, у меня без антенны. Три метра только дальность. До трех метров. Так. А тут мотоциклисты, видно, катаются. Стрелочки. Саня! Куда ехать, да? Так, надо за кем-то ехать не новым и с тяжелым бампером. Чтобы, если что, остановиться. Вот за Сэмом поедем. Об него будет недорого остановиться. А вот уже и цветет что-то. Начинает цвести. Так. Температура норм. Я их отпущу. Хотя на передаче можно ехать, в принципе. На первой. Колея такая жесткая. Даже Сэм не решается по ней идти. Видите, накопана какая колея сумасшедшая. Ну, на камере, наверное, не видно. Ну, такая. Достаточно жесткая. Я повисну сразу, если я на нее попаду. Тут такая колея, и важно попасть в нее, потому что, если свалишься, то все. Смотрите, как едут. Вот эта колея прям посредине. Водитель внимательно смотрит вперед. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас вот, смотрите, свалился Валера. Но он немного берет левее, выравнивает машину. Ого, уклончик вниз. Бородач не приехал. Очканул. Такой. Камера, как обычно, не передает, но уклон в порядке такой. Тут, когда мокро вообще, я думаю, мало кто может заехать. И такая здесь, на самом деле, глинистая почва. О, хорошо. Видите, даже серьезные суровые внедорожники так плавно, нежно спускаются. Да, хорошее место здесь. Зимой вообще было бы круто тут подняться. Но уже в этом году зимы не будет. Это уже точно. Нормально. У кого, наверное, ширина будет поменьше, то может... Есть вероятность, что... Чем хорош этот транспортер, развесовочка, реечная, рулевая, управляется, как легковой автомобиль. Очень удобно и легко на нем передвигаться по городу. И по городу тоже. Ну вот и я, она нас снимает. Едет. Вон, зеленая мечта. Что Руслан так прям уверенно, со скоростью. С виду страшнее. Все проехали без проблем. Я и фотку сделал. Сэрэй, это Сангюнг ездил лучше, чем твоя Нива, я так понял. Просто было заказано. Ездит не машина, а едет человек. Почему ломаешь волшебцы постоянно в Ниве? Так. Леха, я тут. Так. Ну, доехали нормально. Все, блекло. Красок еще нет. Говорят мосты, Лех. Покажи, выйдет. Блин, я фолловером проболтался, что у тебя есть куча этих интересных автомобилей. Они сказали, что, блин, перестанут вообще смотреть, пока я не покажу. Технику надо показывать при хорошей погоде, при светлой воде, чтобы съездить была за снимом вязательная. Да, поедем? Конечно. Да, я им сказал, что ты покажешь в любом случае. Хорошо, идем обратно. Я не против. Что? Куда обратно? Слышите, подавал что-то? Сэм еле спустился, я тормозил меня. Я давно тут был уже. Слышишь? Я еду и говорю, надо выбрать машину впереди, что-то тормоза как-то далеко стали брать. Надо выбрать машину какую-то с нормальным бампером, чтобы остановиться, понимаешь? Не, серьезно говорю, тормоза где-то далеко. Ну, работают пока, но это... Я понял, это тренировка перед Карпатами, которых не будет. Которых не будет, да, да. Не, ну тут места, прикинь, тут зимой подняться в это место. Или когда дождь. А кто последний день? Ну, Шишига просто на передаче, без тормозов, я думаю, едет. А где Гран-Чироки ты потерял? Что, Гран-Чироки потеряли? Застрял, наверное, где-то. Я крокодил, где? А где? Ну, наклейка на лобовое, нормально, слышал. Я буду что-то видеть, дорогу или нет? О, еди. Главное, посередине. Все, поехали. Так подрежешь просто по месту. И по Сундуковскому поедем. Да ну. А шо? Не, а обратно, а Сундуковский ж туда? Или куда? Где Сундуковский? В какую сторону? В ту сторону. Да нет, левее чего провести. Не сюда, нет? Или вот сюда наверх? Вот сюда и наверх, да? Пытаю, мы вернемся.